И всем привет ребят, с вами Сарвайка, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике И сегодня мы вместе с вами будем обсуждать дроны, а именно один дрон, который на сегодняшний день, по моему мнению, стал самым менее затратным С точки зрения припасов, а также по эффективности он ничем не уступает любому дрону, с которыми произошли значительные изменения За исключением как раз таки кризиса, который дает большие возможности, при этом тоже не стал хуже Ну и также чуточку больше обсудим изменения, связанные как раз таки с дронами, которые произошли у нас 10 дней назад И скатаем на гиперионе, расскажу и поделюсь своим мнением о дроне уже после всех этих изменений И скажу почему же все таки этот дрон на сегодняшний момент времени является вторым, да, после брута Ну можно сказать первым, если брута не считать, по как раз таки эффективности и минимальной затратности припасов Если вам подобного рода видеоролики нравятся, то обязательно не забывайте поддерживать их лайком, не забывайте подписываться на этот канал Ну и также не забывайте про розыгрыш, который у нас имеется по тегу на 2 миллиона кристаллов на 30 тысяч танкоинов Для этого в настройках игры в аккаунтике устанавливаете ему личный тег, тактимпэ Дальше оформляете покупку в магазине Покупаете танкоины, ежедневные танкоины, либо премочку Ну и дальше заполняете форму, которая есть в описании Что касаемо списка обновлений, который у нас появился, получается, 30 марта В котором произошли изменения в потреблении припасов Защитник, бустер, ловкач теперь ест по 4 дополнительных припаса за прожатие брони, ДДшки и ускорение соответственно Диверсант использует... а, нет, ну тут как бы особо сильно не использует, но в принципе о нем говорить не о чем Ну и Кризис не расходует дополнительные никакие-то припасы, то есть он остался в таком же балансе Что касаемо Гипериона, то его потребление припаса стало лишь на одно больше, да То есть если здесь было с 2 до 4 у защитника бустера ловкача, то у Гипериона просто с одного дополнительного припаса стало 2 То есть в сумме за одно прожатие, например, брони, ДДшки и Нитры у вас съедает по 3 припаса Ну и в чем же его эффективность и почему он будет есть на дистанции все равно у вас меньше припасов Помимо того, что он дает вам возможность дополнительной жизни за счет того, что как раз таки у вас есть на постоянной основе расходка Плюс недолгий кулдаун аптечки, плюс быстрая перезарядка мины, да То есть у вас есть возможность на любом вооружении, которое является хотя бы средней дальности, да У вас есть возможность с ним долго жить и как раз таки на максимум реализовывать свое вооружение Что сегодня мы вместе с вами и попробуем продемонстрировать Я вот даже сейчас задумался о том, какое бы мы вооружение могли бы выкатить под все это дело Нам лучше всего подходят какие-нибудь, ну, средние дальности вооружения, да То есть либо дальнобойные пушки, ну, даже мы можем взять какую-нибудь Смоку, да Смока с Гиперионом работает очень эффективно Поэтому мы можем попробовать взять Смоку Можем попробовать под это все дело взять, ну, давайте, например, Хантер Например, Хантер, да То есть я, ну, чисто исходя из того, что, ну, плюс-минус накинуть можно, да Хотя с Гиперионом я бы, ну, самое лучшее, что я взял бы, я бы сразу бы взял бы Дико-Страйкер с дистанционкой И смог бы его нереально жестко реализовать и убедить вон в том, что это просто супер-бомбовая темка, да При том, что еще и расходует теперь крайне мало припасов Но давайте возьмем такое, немножечко нестандартное вооружение Смоку возьмем с чем? С чем мы можем взять Смоку? Ну, давайте с дефолтным пульсаром, наверное, чтобы, если что, у нас эффективность тоже в этом плане была Ну, и запикаем, куда мы можем запикать? Ну, давайте, давайте в ТД, да, вот, где как раз-таки пожить можно побольше Где можно покидать побольше урона Попробуем вот там вот эту всю реализацию и показать Ну, и в моем понимании на сегодняшний день Что бустер, что защитник, что ловкач Это все дроны, которые при любом раскладе хуже Гипериона На 100% хуже, да Нас закидывает в катку, где у нас 5,5 минут до конца Ну, ладно, ничего страшного, мы, в принципе, остаемся Ваша задача на Гиперионе, как и всегда, да Это как можно дольше жить Чем дольше вы живете на этом дроне Тем больше вы, во-первых, будете зарабатывать очков И тем меньше у вас будет тратиться как раз-таки расходочка дополнительная Да, то есть, если вы долго живете Каждые 30 секунд просто обновляете себе припасы За счет того, что, ну, как раз-таки у вас нету дополнительного никакого кулдауна Ну, и спокойно делаете свою качественную реализацию Да, здесь у нас бой, конечно, такой довольно-таки тяжелый За счет того, что я уже запикался в начатую катку, которую мы тут сливаем без шансов Ну, ничего страшного, мы сейчас сыграем этот бой Я думаю, что пикнем продолжить И сыграем еще одну каточку Против у нас есть как раз-таки здесь и молот С моим любимым устройством, да Поэтому здесь можно будет постараться, ну, чуточку хотя бы как-то подсейвиться, да Ну, и самое главное у Гипериона Это то, что у него маленький кулдаун Как раз-таки того самого главного припаса Это аптечки, да То есть, у вас есть возможность еще и дополнительно ее реализовывать Если вы мне скажете, что за счет того, что у тебя маленький кулдаун аптечки Ты их будешь тратить супер много Я с этим не соглашусь Так, от шафта я снял резист Возьмем сейчас резист от как раз-таки рельсы И возьмем резист от молота, который мне накидывал Вы при любом раскладе не будете тратить овер много припасов, да Потому что у вас есть дефолт, да То есть, у вас даже нет никакого повышенного припаса Но вам с Гиперионом этого и не нужно Просто иметь на постоянной основе фулл расходку На любом вооружении, которое на средней дистанции, на дальней дистанции работает максимально эффективно Это уже мега-плюсовая вещь А если еще учитывать тот факт, что эта мега-плюсовая вещь Сейчас еще и тратит меньшее количество припасов, чем другие дроны То это вообще, ну, грубо говоря, брут Грубо говоря, брут, да Только эффективность его в несколько раз жестче и лучше, нежели как раз-таки у брута Так, Хантер меня въезжает, но даже не успевает нажать мне просто овердрайве Ну, у нас у самих есть овердрайв, который мы можем здесь Давайте даже так вот нажмем Просто в троих Одного еще подстопим дополнительно Так, ну и у нас остается 11 киллов противнику до окончания катки Ну и мы, я думаю, что благополучно сразу после этого боя пикнем продолжить И попробуем эту комбиночку на максимум реализовать Пока что, конечно, здесь, ну, чуточку жить нам не удается За счет того, что противник супер сильно пушит И уничтожает наших тиммейтов Но даже, даже при этом раскладе я успеваю обновлять себе припасы и выживать А если бы это был бы, например, тот же бустер, да, либо защитник То я бы уже бы, уже бы, да, с этими респами Потратил бы одного припаса намного больше, чем здесь на гиперионе Да, и это 100% факт 100% факт Что я потратил бы больше Так, ну и 3 килла у нас остается до конца Все, противник у нас здесь добивает И пикаем сразу же продолжить 500 кристаллов с катки зарабатываем 9 киллов даже успел дать На 5 смертей Также эффективность этого дрона в том, что За счет долгой жизни у вас есть возможность Сохранять и поднимать хорошие УП показатели Да, то есть за счет того, что вы мало умираете Больше киллов делаете Вы живете Ну и эту УПшечку тоже можете очень и очень неплохо приподнять В этом плане тоже этот дрон мегаэффективно работает Да, то есть если, например, до этой обновы Нас в очередной раз запекивают в начатую катку Ну ладно, окей, сыграем Ее тоже И думаю, что, наверное, в третий бой мы не будем играть Если, например, до этой обновы В моем понимании гиперион находился Ну, наверное, на втором месте Да, с точки зрения дронов И с точки зрения его зарекомендованности с моей стороны То после этого обновления я целиком и полностью ставлю этот дрон на первое место За счет того, что он будет при любом раскладе тратить меньшее количество припасов, чем любой другой дрон А если он тратит меньшее количество припасов, то его эффективность в этом плане только и только лишь возрастает Да, и, что самое главное Его вариативность очень широкая Да, то есть он работает на максимально большом количестве вооружений И за счет этого можно тоже играть всегда себе в плюс И качественно его реализовывать 7 минут остается у нас до конца Постараемся давайте камбэкнуть эту катку Я, конечно, мог здесь тоже сегодня одеть мою любимую штурмовую кассетку Я думаю, что многим уже эта штурмовая кассетка чуточку поднадоела Она, конечно, не нагибает Но здесь бы я мог бы неплохо камбэкнуть каточку И эту катку 100% в свою победу реализовать Даже, может быть, нам не стоит так агрессивно играть Наверное, даже нам стоит встать на какую-нибудь такую среднюю сейв-позицию Чтобы противник как раз-таки въезжал в нас А мы просто за счет приемки И за счет того, что я-то могу долго жить И у меня-то расходка будет Я буду как раз-таки их просто уничтожать и принимать И сохранять как раз-таки вот эти вот хорошие показатели по УП Так что давайте попробуем как раз-таки эту реализацию сделать Встанем вот на такую плюс-минус позицию Где будет противник у нас выкатывать Открываться под нас мы можем В принципе, неплохо покидать урончик Ну а если, например, такие васпики едут То почему бы и нет нам не позаконтролить все это дело Но, конечно, скорпиону сводочку я здесь немножечко не читал Не читал, не читал эту сводянку Поэтому немножко неожиданно для меня вся эта ситуация произошла Так, закатим, наверное, сюда в центр Попробуем от центра чуточку покидать Пожить Пожить, пожить Хорошо Может быть, даже стоит здесь резисты поменять Блин, хотел такой простой овердрайв нажать Так, гаусс, скорпион, молот Так, вместо шафта мы возьмем как раз-таки резист от скорпиона Все остальное, я думаю, что менять мы не будем У них там и молот есть И другие жесткие пушки Поэтому остальное мы можем, в принципе, оставить Ну и что касаемо смоки То она на протяжении уже тоже длительного периода времени Как пушка Находится в очень и очень неплохом балансе Да, потому что мне, честно говоря, на ней В последнее время всегда комфортно играть Если я ее беру То на ней тоже можно очень и очень неплохо покидать Только вот единственное то, что Я тут как-то сильно подставляюсь Меня довольно быстро уничтожают А это, ну, не есть хорошо Может быть, это связано с тем, что я как раз-таки запикиваюсь в начатые бои Но, может, просто чересчур агрессивно открываемся под оппонента И, соответственно, улетаем на респаун Ну и, конечно, хочется выиграть катку Все-таки, что там, что тут Закидывают в бои, в которых мы уже изначально проигрываем Все-таки хочется в таких боях выигрывать Так, падает золотой ящик Теперь у нас есть, конечно же, акцент на голды 100% причем есть акцент на голды Так, ах, от Гаусса не успел подсейвиться И с водянку он мне оформил с брута, говорю, с кризиса Довольно жесткую Овердрайв у меня тоже появляется Пробовать можно было бы тоже с овердрайвом как-то въехать В оппонента Голд там забирают, ребята Ну и 3.40 у нас до конца остается Надо как-то попытаться Либо нам въехать, вжать овердрайв Либо как раз таки как-то качественно подсейвиться Но пока что подсейвиться нам особо не удается Потому что противник сам играет довольно пассивно А если учитывать тот факт, что мы проигрываем этот бой То хочу ли я, не хочу Но мне надо стараться как можно больше открываться под оппонента И стараться как раз таки уже навязывать им борьбу на респе И пытаться как-то перестрелять Как-то перестрелять Так, вот этого заберем Хорошо, плюс 2 килла 20 киллов мы еще проигрываем Так, Хантер, там есть с овердрайвом И с Викинг, по которому можно тоже неплохо покидать Иммунитетик срабатывает Так, 3 оппонента здесь имеется До третьего, к сожалению, не дотягиваемся Живем, живем, хилимся Живем Так, Вика Фриза Воспожига въезжает в меня Шарелла идеальная Под дополнительное ХП 20 киллов отрыва у нас становится Есть шанс камбэкнуть эту катку Отличный шанс у нас точно имеется Ну и вот на такой супер агрессивной позиции Постараемся чуточку дольше пожить Покидать урончика 19 киллов отрыва Пока что накидочка работает мега эффективно Так, и у нас, походу, противник берет от нас резисты Дворец Вообще, по идее, я даже могу поменять пушку Спокойно Спокойно взять, поменять пушку Постараться камбэкнуть эту катку Потому что у нас-то Здесь, по сути, это обзор дрона А не Как раз-таки Какой-то пушки Я в теории могу даже ее поменять Можно было бы даже, наверное Какой-нибудь Продувчик тут взять Например, Жигу Например, Жигу Что у нас от Жиги? От Жиги у нас 4 реза В принципе, мы можем ее взять Можно было бы, конечно, взять и молота Давайте возьмем Жигу Жижечка здесь должна точно сработать очень эффективно И даже на Гиперионе Даже на этом замечательном Гиперионе Эта Жига работает мега-мега эффективно Мы просто въезжаем в оппонента И за счет гипербольшого количества урона Мы спокойно можем выигрывать ситуацию И, кстати, для Хантера вообще Жига это тоже очень и очень хорошо Хорошая пушечка 20 киллов отрыва у нас сохраняется Противник тоже у нас не сдается Было там в моменте больше 30-ки Но надо как-то постараться камбэкнуть эту темку Так, шафт не успевает досвести Еще и пульсарчика ему Мы накидываем неплохого Нулевой урон Здесь, конечно же, тоже немножечко нам портит малинку Но пробуем А, у нас еще и 50 секунд до конца Блин, времени крайне мало Я что-то как-то на время не посмотрел Если бы времени чуть побольше было бы Было бы, конечно, получше Даже молота со штурмовой кассетой Да, хоть я его и рейчу вообще С как раз-таки Кризисом Его тоже можно использовать спокойно С гиперионом Да, на гиперионе также будет эффективно работать И его также можно очень и очень круто Реализовывать По сути, гиперион это вообще Мега универсальный дрон, да И он работает с максимально большим количеством разных вооружений И эффективность его на постоянной основе будет У вас У вас 100% в плюсе Да, то есть у меня вот даже с такой катки Которую мы в очередной раз проигрываем 24 на 11 счет Да Ну, конечно, там Есть свои нюансы Когда ты запикиваешься уже В изначально проигранный бой Но все равно У вас-то личная возможность реализации Все равно будет на очень и очень хорошем уровне Поэтому Если вы До сих пор сидите и думаете Какой дрон вам использовать И вы думаете Блин, насколько все стало дорого Да Как сейчас много расходки будет потреблять все припасы То поверьте мне Если вы будете использовать дрон гиперион То количество потраченных вами припасов Будет значительно меньше Чем вы будете играть на любом другом дроне За исключением как раз таки брута Да И на дистанции Вы это сами все увидите Прочувствуете и поймете И при этом Ваша эффективность Также будет на очень и очень хорошем уровне Да Может быть Каких-то отдельных припасов С теми же брутами Ой, брутами говорю Бустерами, защитниками, ловкачами Вы будете тратить меньше Но все равно У вас Один из этих припасов Очень сильно просядет Да Вы потом можете поменять на другой дрон Но Зачем вам тратить Один Очень сильно припас Да Если можно Планомерно Использовать все припасы И при этом Максимально Эффективно И качественно Реализовывать Свои вооружения С гиперионом Поэтому Мой вам совет Если у вас есть этот дрон То На сегодняшний день Его реализация И его использование В матчмейкинге Является Максимально Эффективным И грамотным решением Ну а что вы думаете По этому поводу Пишите в комментариях Согласны ли вы С моей точкой зрения Либо вы считаете Что использование Например того же Бустера, защитника Или ловкача На сегодняшний день Это лучшее решение Пишите Я Хотел бы Полноценно Узнать ваше мнение По всему этому поводу Ну и если согласны С моей точки зрения Тоже можете Так и Все это дело Написать Поддержите данный видос Лайком Если он вам понравился Подписывайтесь на канал Если вы еще вдруг не подписаны Нажимайте на колокольчик Давайте не пропускать новые видеоролики Ну а с вами был Мастер Ванька Всем спасибо за просмотр Всем удачи И всем Пока Пока